Привет, гуглята! С вами профессор Гуглов. Усаживайтесь поудобнее и смотрите внимательно сегодняшнее видео. Поехали! Река Дунай, известная как королева рек Европы, является второй по длине в Европе. Она протекает через 10 стран и на протяжении веков служит жизненно важным торговым путем. 8 апреля 2021 года, во время дно углубительных работ недалеко от сербского города Смидерева, произошла авария. Все это было заснято на камеру видеонаблюдения. Баржа, которую вы видите, должна была удерживать и транспортировать груз, но в этот день она не справилась с весом и в итоге резко переломилась пополам. Когда судно начало тонуть, в кадре появился рабочий, который судорожно начал бегать и искать место для прыжка. Он ждет некоторое время, пока баржа приблизится, прежде чем сделать безопасный прыжок. Мужчина был в шоке, но, к счастью, не пострадал. Баржа и земснаряд принадлежат судоходной компании ДМБ. Следователи и сотрудники службы безопасности быстро оценили ущерб и стали искать причину катастрофы. Но, судя по видео, ответ достаточно ясен – слишком большой вес. Этот шокирующий случай служит напоминанием об опасностях, которым подвергаются сотрудники, занятые на работах с повышенным риском и важности мер предосторожности в таких условиях. Судно начала двигаться и ушла с пути корабля, и чтобы он ее не раздавил. Это решение, вероятно, спасло их от катастрофы. Несмотря на повреждения судна, никто не пострадал. Малакский пролив, расположенный между Малайзией и Индонезией, является одним из самых оживленных судоходных путей в мире. Он соединяет Индийский океан с Тихим, что делает его важнейшим маршрутом для глобальной торговли. Однако на этом оживленном водном пути также произошло немало аварий и инцидентов. В октябре 2020 года случилась катастрофа, когда два больших судна столкнулись в проливе, и все это было заснято на камеру. Ocean Line 5001, земснаряд под флагом Сьерра-Леона, на большой скорости приближается к стоящему на якоре судну под названием Стравелос. Все просто сидели и смотрели, как судно врезалось в танкер, повредив корпус левого борта выше ватерлинии и часть грузовой палубы. Было проведено расследование с целью определения причины аварии и для предотвращения подобных инцидентов в будущем. К счастью, пострадавших не было, и оба судна смогли добраться до порта для ремонта. Мост Эгнар-Ферри, расположенный на реке Теннесси, является жизненно важным звеном, соединяющим Кентукки и национальную зону отдыха «Земля между озерами». Он был построен в 1932 году и служил в течение почти 80 лет. Однако в ночь на 26 января 2012 года произошла катастрофа. Грузовое судно MV Delta Mariner, перевозившее компоненты ракет, столкнулось с мостом, частично разрушив его. Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование, чтобы определить причину столкновения и меры по предотвращению подобных аварий. Выяснилось, что команда мостика и лоцман Delta Mariner не знали о правильной схеме освещения и пролете, обеспечивающем достаточный проход для судна. Несмотря на доступные электронные картографические системы, лоцман направил судно в сторону пролета, который был слишком низким для судна. Вероятной причиной столкновения стало то, что команда полагалась исключительно на неправильные навигационные указания лоцмана, а также не использовала все имеющиеся навигационные средства для проверки безопасности курса судна. Несмотря на то, что ни на судне, ни на мостике никто не пострадал, расходы на устранение повреждений были значительные. По оценкам ремонта судна, удаление обломков с носовой части корабля и демонтаж моста обошелся более чем в 2,5 миллиона долларов. СМИ сообщили, что общие затраты на ремонт моста и сопутствующие расходы составили более 7 миллионов долларов. Восстановление моста шло быстрыми шагами, и он был вновь открыт для посетителей в мае 2013 года. Крушение моста и Агнарфери служит трагическим напоминанием о важности протоколов безопасности и необходимости постоянной бдительности на кораблях. Балыкисир в Турции. Живописный прибрежный город на берегу Эгейского моря, известный своими термальными источниками в оливковых рощах и традиционными османскими домами. Но 12 июня 2017 года мирной окрестности Балыкисира потревожил драматический инцидент. Камеры наблюдения на крыльце дома запечатлели момент, когда паром Джанакали мчится на пугающей скорости к берегу. Корабль врезался в бетонную стену, с легкостью сокрушив ее, пока наконец не остановился. Возник хаос и неразбериха. Пассажиры бросились спасаться, а бригады скорой помощи помчались к месту происшествия. На кадрах, снятых на следующий день, видно, что корабль все еще стоит на месте, и повсюду разбросаны большие бетонные блоки. Расследование показало, что причиной крушения стала какая-то механическая или моторная поломка. В конце концов, паром был отправлен на ремонт и запущен в эксплуатацию спустя некоторое время. Яхты стоят от полумиллиона до 10 миллионов долларов. Цена зависит от размера, года выпуска, модели и того, сколько ненужных вещей вы добавляете на нее. И это без учета стоимости ежегодного обслуживания, хранения и перевозки. Яхты – это роскошь, которую могут позволить себе только очень богатые люди. Вот почему никто не пролил ни слезинки, когда многомиллионная яхта рухнула в воду. Думаем, что у яхты была приличная такая страховка. Это запись камер видеонаблюдения старая, но она все равно не утратила актуальности. Вы видите, как кран медленно опускает яхту в воду. Почти сразу передняя часть яхты начинает опускаться, а через несколько секунд она уже вращается, а потом яхта падает прямо в канал. Возможно, проблему удалось бы избежать, если бы яхта приземлилась нижней частью. К сожалению, естественная плавучесть корпуса не позволила ей перевернуться. Вы можете видеть стоящих в стороне зрителей. Интересно, один из них – владелец яхты? Если нет, представьте, что было, когда один из этих людей позвонил миллиардеру. Извините, сэр, но мы вроде как уронили вашу яхту. Вес – это не единственное, что нужно учитывать при подъеме тяжелых предметов с помощью крана. Расстояние тоже важно – это половина успеха. Чем дальше вам нужно выдвинуть стрелу, тем больше противовеса требуется, чтобы кран не опрокинулся. Это явно вылетело из головы этого крановщика, когда он пытался спустить яхту на воду. Скорее всего, этот несчастный случай произошел в Бразилии. Бедный паром просто пытался плыть по течению, когда кран решил испортить ему день. Не знаем точно, какой был ущерб, но, скорее всего, он исчислялся сотнями тысяч долларов. На этом все. Спасибо, что эти минуты были со мной. До завтра!